Калач. А сюда и пошла поговорка, меняя Калачев и Замальчик. Сегодня здесь Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, а также Музей Ломоносова. Именно в башнике по искамере находилась первая обсерватория Петербурга. И не исключение здания Академии наук находятся рядом справа. С желтого цвета, с белыми колоннами в центре. Колонны и портинг завершают наверху треугольный прогул. В строгом классическом стиле построено здание по графикам инстектора Джака Макваренке. Ясные чувства с работой, строго сильнее, если определять число синима. Только Владисам сейчас еще живете не видел, так можно в приставе. Можем рассмотреть памятник ученому Ломоносову. Справа Михаила Васильевича Ломоносова на фоне зелени виден памятник. Мы идем вдоль университетской набережной. Сюда, корцом, выходит главное здание Государственного Санкт-Петербургского университета. Это трехэтажное красное здание с белыми деталями. Оно протянулось по всей елементской линии. Здание строилось еще в 18-м столетии. Мы видим, окна с мелкой старинной расцеплуркой. Строилось оно для 12-ти Петровской столетий. Прообразов будущих инстектора. Дело в том, что Центр I решил на Васильевском острове устроить административный центр. Но Центр не сложился. Остров заливало во время наводнения. Берега еще не были укреплены. Связь с другими районами города была нарушена. Не построили еще постоянные масты через его. И постепенно Центр переместился на левый берег, куда мы вскоре повернем. А на правом берегу остался Менщиковский дворец. Самое крупное каменное строение 1-3-18-го столетия. Мы увидим летний дворец Петра I в летнем саду намного меньше, чем дворец первого губернатора Петербурга. Подвестник Петра I Александра Анина Ильича Менщика. Этот дворец мы видим справа. Вот стоят два двухполутных теплохода. И за ними ярко-желтого цвета здания.